Всем привет, с вами Лев, и сегодня я продолжаю играть на играх, и сегодня я хочу поговорить про свой канал, да, поговорить вообще про будущее него, и поговорить про контент, поговорить вообще, что за этот год произошло, да, в принципе, на канале изменения какие, что вообще изменилось, рассказать про будущее, да, некоторые мои планы будущие, давайте, в принципе, буду начинать, да. Да, в принципе, ребята, я тут буду, если что, летать, как бы, да, ну, чтобы, как бы, не знаю, что-то было, да, не знаю, картинка какая-то, да, типа, видео, да, ну, правда, я это делаю в реальном времени, то есть это я не загадываю, мы по-моему сам говорим, да, пофиг. Так, короче, в принципе, это видео такое, типа, разговорное, и сегодня я хочу поговорить насчёт того вообще, что, давайте начнём с того, что будет в декабре, в этом месяце, то есть сейчас у меня 2 декабря, это видео выйдет в третье, потому что я записываю сейчас уже вечером, и как бы не успею выложить, а я ещё более-менее пытаюсь выкладывать, ну, более-менее днём, так вот, да, потому что вечером как-то не очень приятно выкладывать. Рассказываю, что вообще будет. Я, короче, придумал план, то есть я написал такую табличку себе, написал вообще видео, которое хочу записать в этом месяце, то есть в этом месяце я прям хочу очень много записать видео, и, во-первых, я думаю, очень многие ютуберы так же начнут делать в этом месяце. Почему? Да потому что ютуб вводит новое правило, ну, на самом деле, это не из-за ютуба, это именно из-за закона США, который там о защите прав детей, и, типа, вы понимаете то, что, я думаю, уже и так многие слышали этот закон, о том, то, что ютубу, короче, всё, конец, капец, да, типа, детского контента на ютубе не будет. Я, как бы, с одной стороны, даже рад. Я, когда услышал первый раз, я подумал, блин, неужели, наконец-то, не будет этих нубиков в Майнкрафте? Также думал то, что не будет никакого такого контента, который будет связан ещё и с реальной жизнью, то есть всякие, там, не знаю, школьник там на 100 тысяч в магазине приходит что-то покупать, то есть это, как бы, детский контент, по сути, считается. Ну, это ладно, это, типа, ещё фигня. Куча всяких хайповых тем, типа, и, понятное дело, то, что там всё в детском стиле, в основном, делается, то есть для детей. Я думал то, что, блин, хотя бы частично, я надеюсь, это убьётся. Детского контента просто не будет, потому что люди перестанут это делать из-за того, что уберутся рекомендации, уберутся уведомления о видео. Всё, представляете, то есть человек выкладывает видео на канал и не будет рекомендаций вообще, да, и, возможно, это с играми связано, скорее всего, точно связано с играми, потому что, как вы знаете, куча детского контента в разных, даже хороших играх. И, к сожалению, ну, как бы, Майнкрафт, к сожалению, не исключение, также всякие другие игры, куча, без всяких тех же влоксов, да, то есть всё вот это детский контент и, понятное дело, то, что, скорее всего, с играми это тоже будет связано. Хотя, в принципе, ну, это ещё интересно, то есть всё-таки закон от США, то есть это не прям сам Ютуб придумал, поэтому здесь это с интернетом как-то не связано, это просто Ютуб там из-за того, что не хочет штраф постоянно платить, из-за этого он и решил это правильно наконец-то вести. Вот, да, вот такие вот новости, поэтому, как бы, ну, надо крепиться, да, ну и, короче, чтобы был какой-то шанс, чтобы как-то, я не знаю, может быть, хотя бы, чтобы люди больше тебя начали смотреть и хотя бы про тебя не забывали. Из-за этого, скорее всего, в этом месяце начнут люди достаточно часто записывать видео. Я, по большей части, хочу записать не только из-за этой проблемы, потому что я думаю, что мой канал вообще не поднимется, из-за того, что я там запишу 10-15 роликов за этот месяц. Ну, так, немножечко, может быть, да, но в любом случае, толк достаточно хороший будет, то есть вам будет приятно и так далее. Просто я решил то, что перед Новым годом надо что-то сделать крутое, потому что, во-первых, в этом году у меня канал вообще не поднимался, он поднялся подписчиков, ну, на 20, даже меньше, по-моему. То есть у меня 88 подписчиков было, сейчас 104, то есть, да, меньше 20, то есть вы понимаете, да, то есть вот такая вот хрень, короче. Ну, и, то есть, во-первых, вообще этот год у меня на канале, вот, еще одна тема, которую хочу сейчас рассказать. В этом году у меня чисто был экспериментальный видео, я снимал, то есть у меня выходили карты, летсплеи, ёпта, я чуть сейчас не родил от этого. Фух, капец, я испугался, вы видели, как я сдох смешно. Итак, знаете, ну, замечали то, что у меня видео стали какие-то другие в этом году, то есть это я для старых подписчиков говорю, да, которые не в этом году подписывались, либо где-то в начале этого года, потому что до этого я просто на все записывал в основном только мини-игры и редко выходили какие-нибудь карты и, ну, может быть, какие-то там лаки-блоки, но они там два выпуска за 2018 год только вышло, все. 2018 год, он был первый вообще год существования этого канала, который я начал вести, да, как бы, и только в этом году я начал прям экспериментировать, то есть снимать всякие карты, снимать летсплеи, снимать другие всякие проекты, например, постройки, да, вот, в принципе, хорошая рубрика, я думаю, то, что я буду даже с модами записывать когда-нибудь, да, но я думаю, ну, может быть, через полгода где-нибудь, может быть, даже раньше. Посмотрим, посмотрим, да, потому что рубрика реально хорошая, то есть я в этом году реально даже начал любить строить в Майнкрафте, то есть я раньше тоже любил это делать, но как-то все равно как-то это мало дел, потому что, ну, поднадоело было такое время, я раньше, если что, в Майкап Пакет Эдишни очень много лет назад это прям активно делал, да, то есть я прям строил там всякие постройки делал, чисто для себя там, ну, типа, может быть, кому-то там друзьям показать, ну, типа, прикольно, да, все такое. И вот как-то так. Поэтому, ребята, в принципе, не шут что-то такое сделать, только в новых версиях Майнкрафта, ну, и как бы Java Edition. Короче, всякие крутые рубрики, прям реально, я думаю, рубриков 10 рубриков, ну, поняли, да, рубрик 10. Многие ребята уже заметили то, что я просто-навсего перестал записывать реально часто мини-игры, то есть я сейчас записываю, ну, может быть, раз в два месяца, где-то, ну, где-то так мини-игры выходят, то есть, по сути, их уже даже и никто особо и не смотрит, да. В принципе, реально мини-игры уже как-то поднадоели, я буду, скорее всего, снимать только такие мини-игры, более-менее, которые, ну, что-то новое добавляют, или как-то, я не знаю, или что-то такое старенькое, красивое, да, типа Голодные игры, например, да. Если что, открыли сервы по Голодным играм, я думаю, в ближайшем, в будущем буду записывать видео по Голодным играм, да, например. Вот это, вот это реально интересно, более-менее, потому что, как бы, хоть и старое дело, но все равно интересное, более-менее. Давайте, в принципе, расскажу про следующее, то есть я уже рассказал про то, что в этом году, реально, посмотрите, плейлисты, посмотрите, посмотрите вообще, что реально изменилось в этом году, то есть реально много чего получилось изменить на канале, да, в этом году. И из-за этого, из-за экспериментов у меня, по сути, и не поднимался сильно актив. То есть, потому что я просто навсего, ну, не к этому снимился. Конечно, было время. Первое где-то там в апреле, в такие месяца, где там пару, ну, месяца два-три. Прям вот хотелось, чтобы начал подниматься. И, в принципе, немножечко у меня это даже получилось. Потому что я начал снимать обзор модов. У меня вышло, правда, только два выпуска. И первый выпуск вообще нельзя обзором назвать. То есть, это был про Дивайн ФПГ, как и акция больше. Я просто решил, как бы, ну, запишу такое чисто тестовое видео. И, как бы, оно и моим подписчикам более-менее понравилось. И, как бы, ну, и вообще начало набирать быстро просмотры. То есть, у меня сейчас там четыре с половиной тысячи просмотров. То есть, вы понимаете, то, что это достаточно реально хороший просмотр для такого небольшого канала, как у меня. На канале, которому всего лишь сто подписчиков. Благодаря этому, я, в принципе, ну, где-то больше десяти подписчиков, наверное, заработал. В принципе, ну, неплохо, да. То есть, видите, на экспериментах, как бы, у меня тоже получилось немножечко выгоды получить, так сказать. Да, то есть, я делал, что хотел, да. Ну, и в любом случае получилось достаточно интересно. Я, кстати, про обзор модов, когда выпускал первую часть, я, на самом деле, тоже думал, что получится говно. Ну, в принципе, по сути, оно и получилось говно, но это было экспериментальное видео про обзор модов. Часть первая, да, про девайнах ПГ. Потому что там была, во-первых, новая программа для монтажа, чисто, одно видео. Потом я снимал на старой программой для монтажа, потом уже решил полностью перейти, да. Короче, записал там, типа, ну, и как бы все плохо, более-менее, получилось, потому что я ничего не понимал. И, как бы, видео бы сделано в 50 раз круче, если бы знал бы то, что оно так хайпанет. Про будущее. Я готовлю сборку на версию 1.14.4 для 2020 года, может быть, даже и 2021 года. То есть, я пока что не знаю, это чисто я делаю для себя. То есть, я тестирую моды, смотрю, учусь делать сборки, потому что все-таки там меняется немножко, там появляются всякие другие моды, все такое, типа. Даже там вместо Форджа есть Фабрик, да, тоже свой Фордж появился там, к сожалению, он мне не нравится. И мало модов на нем, ну, нормально, но все равно маловато, да. То есть, обычных модов все на Фордже, да. Как-то так, то есть, 1.14, наверное, вы сейчас скажете, что это плохая версия. Я соглашусь, она по лагам очень жесткая, то есть, это вообще жесть, потому что на 1.13 хотя бы можно было играть, более-менее снимать видео, а на 1.14 вообще не получается. Но я там установил несколько модов, которые делают лучше Minecraft, то есть, все-таки не забывайте то, что-то как бы сборку создают, и у меня вроде как более-менее там даже не лагает. То есть, нету прям жестких фризов, как даже в ванильном приортифайне на 1.14, то есть, даже меньше. Про время ходкова, что еще хочу сказать, прошлое видео советую посмотреть, да, как небольшая реклама скажу сейчас, потому что я реально начинаю сейчас стараться снимать, во-первых, я еще в выживании в Minecraft сейчас начал снимать, второй сезон, да, по 1.14 как раз. Там выйдет всего лишь 6 и 3.4 еще, поэтому, ну как бы, если хотите выживание смотреть, да, в моем исполнении, то как бы, то как бы, да, смотрите, в принципе, вот сейчас подсказ, как будет, да, ну и как бы, про время ходкова, в принципе, прошлое видео тоже, как бы, посмотрите, потому что там, реально, более-менее интересно уже началось, там я обновил программу для монтажа, опять же, да, и, в принципе, сделал реально круто, то есть, видео получилось достаточно интересным, и как бы, я, ну, например, оно реально нравится, то есть, там нету ничего лишней воды никакой. Вот с 8-ой сею время ходкова реально стало интересно, потому что, вот, например, седьмую сею я снимал чисто, потому что я хотел, ну, то есть, я понимал то, что уже больше месяца я не записывал сею вообще по время ходкова, и надо было записывать, я просто решил взять эти путешествия по милу, чисто, можно сказать, пропускная сея, поэтому смотреть даже не обязательно. Да, и она еще вроде как немножко лаганой даже получилась. Короче, вроде как, ребята, все рассказал, в принципе, давненько не было разговорных роликов, в принципе, можете задавать вопросы, как бы, в комментариях, я буду на них пытаться отвечать, да, кстати, подписывайтесь на второй лайв-канал, да, еще же, еще, да, потому что там я сейчас буду записывать всякие скайблоки, короче, всякое разное буду записывать, если что, скайблок на хайпикселе я хочу записать, потому что я там что-то начал развиваться, меня туда затянуло, ребята, меня туда затянуло, поэтому спасите, да, как бы, не знаю, напишите хэштеги, да, под видео, то, что вылезай из скайблока, короче, да, типа, может быть, кто мне даже напишет, как бы, да, вот как-то так. Я, возможно, вылезу, потому что я что-то там начал каждый день сейчас играть, короче, все, спасите меня от ролики, не будут выходить, как я сказал вначале, кстати, я реально хочу записывать по 10, ну, 10 роликов, даже чуть больше хочу записать за декабрь. Конечно, вы сейчас скажете то, что я опять либо вас обманываю, либо еще что-то, но на самом деле нет, ну, типа, я точно больше роликов выйдет, чем в этом месяце, точнее, не в этом, ну, в ноябре, то есть в ноябре вообще вышло три ролика, то есть, как бы, я вот это обещаю, то есть выйдет роликов в 6-7 точно, это как бы 100% информация, но это не точно, и все начинается именно с этого ролика, да, это первый ролик в этом месяце, все. Всем спасибо, всем пока, и увидимся в следующем видео, которое я пошел записывать, да, в принципе, все, ребята, всем спасибо, пока-пока, будут стримы иногда, как бы, тоже приходите на выгодный стрим, думаю, будут стримить там все такое, типа, будет круто, в 2020 году я буду еще больше с ними делать, буду чаще видео записывать, и буду стараться записывать именно то, что будет реально интересно, смотреть, чтобы не задалбывало ни меня, ни вас, в принципе, все, да, все рассказал, вроде как все, если что, как бы, ждите месяц, через два, или раньше, да, очевидно, разговорный ролик, там мы о чем-нибудь другом поговорим, да, в принципе, возможно, в итоге до 2020 года, я хочу итог до 2020 года записать, да, в принципе, рассказать что-нибудь еще. Все, всем спасибо, пока-пока, хербу удачи, пока-пока, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok